Так, обычные свои видео начинают с какой-нибудь айфоризма. На сегодня начну с прикольного высказывания, которое очень даже соответствует истине. Автомобилисты ненавидят пешеходы, пешеходы ненавидят автомобилистов, а велосипедисты ненавидят всех. Привет, я Даша, и сегодняшнее видео будет посвящено моему возмущению автохамами, в частности парковки, потому что сама не вожу, и, соответственно, с правилами дорожного движения не знакомо. Но зато точно знаю, что парковаться на тротуаре, на пешеходной части нельзя. Хотя, как бы, я часто очень возмущаюсь, что у нас автобусы в конец обнаглевшие проезжают, им светофоры не для них. Не важно, какое там горит, зелёный, красный, да хоть в крапинку, хоть геопардовые-леопардовые расцветки, всё равно проедет. Ну да, фиг с ними, с автобусами. Меня здорово бесит манер парковаться у некоторых товарищей, которые делают это так, на пешеходной части, на, вот, не пешеходной, зону для пешеходов, от того, так вот и произносится, что там пешеходы ходят. Вот некоторые товарищи так припаркуются, что словно нарочно ставят машину так, чтобы пешеходам было не пройти. Вот прям поперёк конкретно вот этой полосы тротуара, участка тротуара, не знаю, как выразиться, аж злоба берёт. Вот, ну, к примеру, вот я сняла специально для вас кадры, вот, как я иду с остановки, там очень много свободных парковочных мест, ставь машину не хочу, называется, нет, нам нужно обязательно загородить проход безобидным пешеходом, смотрите сами. Так, ну, смотрите, вот моя остановка, здесь целая парковка, и она вот так удлится с самого конца улицы. Так, чуть пройдём, и я снова включу камеру. Прошли ещё чуть вперёд, здесь у нас аллеи с магазинами, и вот, видите, впереди ещё места для парковок. Упс, извините, пальцем загородила. Теперь идём туда. Вот, смотрите, вот парковка, вот парковка. Вот по этой линии можно парковаться, полно-полно мест. Вот вдоль тротуара можно парковаться, тоже много мест. Пойдём дальше, вот туда вперёд. Кстати, впереди мой дом. Так, смотрите, вот ещё парковка, дофига просто свободных мест. Вот вставай просто, не хочу, хоть зали. Плюс ещё, вот там за поворотами не видно, я уже не буду туда заходить. Там ещё точно такая же линия, там вообще, может, шины не ставят. Это, блин, вот школьники ещё впереди идут. Вот тротуар, на котором постоянно ставят машины на самом вот проходе. Вот смотрите, тут можно, в конце концов, её поставить вот тут под окнами, я не знаю, на земле, чтобы пешеходам не мешать. Сейчас, к сожалению, нет показательных таких случаев, чтобы машина стояла прям поперёк тротуара. Но вот часто так люди делают, зачем? То есть вы видите, да, очень много пешеходных мест, но тем не менее. Вот особенно, вот знаете, вот, ладно, летом туда-сюда, фиг с ним, обойдём стороной. Но зимой, когда, если обходить, достаточно опасно, потому что всё скользкое, образуются такие вот накаты всякие, горочки из льда. Если вот обходить вокруг вот там же бордюлины, достаточно опасно, и высокий риск упасть и заработать травму какой-либо части тела, это откровенно бесит. Вот до какой степени я миролюбила. Единственное, что я ненавижу в своей жизни это нацистов, но, ё-богу, так бесит, что, блин, вот хочется вдарить по машине ногой со всей дури. Один раз я даже задний палец показала. В машине, правда, её водителю не жарко, не холодно от этого, потому что водитель не увидел, он где-то шлялся. Значит, в машине тем более пофигу, но тем не менее. Неприличный жест я показала. Особенно ещё очень раздражает, я работаю в больнице, и когда туда выходишь, есть пешеходный переход. Ну, все знаем, да, как выглядит, как это называть. Ну, то есть, вот бордюрина идёт, да, потом... Не бордюрина, выразилась, называется. И вот пешеходный переход. Так эти умники ставят машину так, что перегораживают напрочь этот самый пешеходный переход и сгораживают выход с него. А там, извините меня, больные люди в больницу обращаются. Парадокс, да, больные люди в больнице. Вот. И кто-то плохо ходит, кто-то вообще бесконечности. Ему нужно там на коляске проехать или там с помощью костылей как-то пройти. А тут какая-то пи-пи-пи стала. Значит, а такому человеку покалеченному, ему через бордюри не перепрыгнуть, он же по воздуху умеет, летать-то не умеет. И вот тот останавливается в нерешительности, что делать-то. Блин, ну люди... Хотя бы покутись нормально. Я вас очень прошу, потому что реально очень сильно раздражает. Я долго не решалась снять такое видео, выплеснуть свою агрессию. Потому что, во-первых, даже если меня такие автохамы увидят, они как-то вот... Я не думаю, что они пересмотрят свое поведение. Те, кто это видео увидят, водители, их наверняка обидит в моем... Такое вот резкое эфе в сторону нерадивых водителей. И в-третьих, снимать агрессивное видео, это как-то не по моим правилам. Я вообще не понимаю, люди, которые ругаются на камеру, зачем дарить людям негатив, если можно дарить позитив. Ну и Богу, силами моих больше нет молчать. Вот теперь, когда лето, это не так критично, пожалуй. Потому что меньше вероятности упасть при попытке обойти машину. Ну вот зимой ты реально без силы. Вот. Так что я поддерживаю вот это движение. Забыла, к сожалению, как оно называется. Которое... Там наклеечки, клей какие-то вот... Автохамом на стекло, на лобо... Как-то вот с ними борются. Потому что на гаечников рассчитывать не приходится, как мы видим. Вот. То есть я вам желаю безопасности на дороге. И чтобы всё было клёво. Наверное, так. Критива вам не сегодня ноль. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего и пока. Субтитры сделал DimaTorzok